МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аккуратней. Я тебе машину доверил. Давай! Ты баран слепой, что ли? Ты сам, баран, ты попал, ты это понимаешь? А ну, урод, иди сюда! Сюда! Эй, ты! Иди сюда, боли! Ты призыв! Ааааа! Мій друг, нам з тобою Знов засвітить сонце Ранньою везною Нам з тобою, мій друг Зорем кажу шлях У зим и моря Соня! Вставай! Лен! Ты знаешь, сколько времени? Вставай! Зачем? Ну, что значит, зачем, Лен? Сереж, ну не трогай меня! Я ничего не хочу! Опять двадцать пять! Опять! Это я опять про суд! Справедливость на нашей стороне! И адвокат говорит, что все будет хорошо! Я сегодня рапорт подаю На увольнение, как обещал Вам там охранники в магазине нужны Угу Понятно Ладно, лежи, я Димку в школу отвезу Папа, а правда, что мама в тюрьму посадят? Чтобы я больше этого не слышал! Понял? Но она преступница! Она человека убила! Твоя мама герой! Она спасла тебе жизнь! Ясно? А в школе говорят, что она убийца! Ее обязательно в тюрьму посадят! Кто сказал? Папа Валик! Ты Качука? Да! Садись! Значит так, по факту стрельбы на перекрестке Следователь возбудил уголовное дело Мы сейчас ищем машину водителя, который стрелял из травмата Ну и отсматриваем записи с камер видеонаблюдения Это что, доклад, что ли, по-твоему? Ты что мне мямлишь-то? Валерий Алексеевич, мы планово отрабатываем все поручения следователя Другие дела в моем отделе никто не отменил Ты что мне сейчас на жизнь жалуешься? Да из-за этой стрельбы чуть ли не весь город по тревоге поднят Ты хоть понимаешь, чей сын чуть не пострадал во время этой перестрелки? Хорошо, объясню по-другому Это при Градове вы здесь еле шевелились А при мне будете летать Значит так, крайний срок Завтра к обеду, чтоб результат был Понял? Понял И кстати, Коваль написал рапорт? Антон, я никогда и ничего не забываю И не в моих интересах и правилах спускать это на тормозах Так что в ближайшее время я хочу увидеть рапорт Коваля у себя на столе Разрешите идти? Идите, товарищ майор ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, Димка, давай! Опоздаешь! Да не опоздаю я И помню, что тебя видел про маму Хорошо Извините Чего тебе? Я отец Димы Ковалья Хотел бы вас попросить, не надо говорить детям, что Дима на маму убийца Во-первых, суда еще не было, во-вторых, это была самозащита, ясно? Надеешься жену отмазать? Не нужны нам такие одноклассники Слышь ты? И сюда Это беспредел! Ты! Да у вас вся семейка! Уроды! Отделение полиции за уволом. Можешь заяву написать Олень Ты во сколько лег вчера? Я не помню. Часа в три, наверное Сериал какой-то шел Что за сериал? Стреляли, бегали А как же утренние пробежки? Отбегался я Пора отсыпаться А это? Тоже пора? Да ладно, ну Господи, там было всего на донышке Я допил, чтобы заснуть Что-то я тебя не узнаю Знаешь Я сам себя не узнаю Для работы нашей власти И моя в том числе, ничего не стоит Пока жители столицы находятся под прицелом Понятие травматика Это просто обман Это настоящее оружие, которое стреляет, калечит и убивает До вчерашнего дня я сам был уверен, что Травмат это просто напугать Но вчера из травматического пистолета стреляли у моего сына Он потерял глаз И сейчас я задаю себе вопрос А чем мой сын отличается от любого другого жителя столицы? И ничем На его месте мог оказаться кто угодно Любой другой Очень страшно Все ясно Теперь все дела, которые не горят по срокам Просто мы их отбрасываем Занимаемся стрельбой на перекрестке Ну понятно, нас опять крайними назначили Как всегда Свободны Весна! Бой, можно побыстрее? Ну куда мы торопимся? Это тебе некуда А у меня весь день по минутам расписан Подожди здесь, я заскочу в банк, доллары куплю Охренов! Что надо? У тебя колесо пробито Да ты что, где? Да посмотри, вон! Давай быстрее! Я стараюсь. Что-то у вас происходит. Ну, пошел сюда быстро. Боря! Боря! Валечка! Ты с ума сошел? Боря! На, вот, держи. Что это? Рапорт что, не видишь? Ты еще две недели должен отработать. Антон, читай внимательно. У меня там отпуск с последующим увольнением. Два в одном. Так что, давай, подписывай. Слушай, Серега, вчера был инцидент со стрельбой. Особо тяжкий. Дело на контроле у Гулавка. Антон, не начинай, я тебя прошу. Я написал, ты подписал. Все. Трегуба все равно спросит. Ладно. Держи. Спасибо. Ты что написал? А что я написал? Возражаю ты написал. Правильно, потому что я возражаю. А почему ты возражаешь? Серега, давай возьмем стрелка и я допишу мне. Так будет честно. Антон, что происходит? Тебе это зачем? Серега, 48 часов и ты свободен. Здравия желаю. Давай, пошли. Градов, ты что совсем с катушек слетел? Что ты тут устроил в центре города? А если бы гражданские пострадали? Товарищ генерал. Ты у меня не на пенсию. Ты под суд пойдешь. А вы кто такой? Что? Кто вы такой? Генерал Русаков. Я вижу, что генерал разорался тут. Кто это? Кассир, Светлана. Если бы не этот человек, нас бы расстреляли тут всех. Таких людей награждать надо. А вас здесь не было, понятно? И не надо орать. Аля. Ну что, Аля? Аля. Прости. Хорошая подготовка сотрудников полиции – залог того, что преступники не уйдут безнаказанными. И строительство нового учебно-тренировочного центра МВД в значительной степени решит эту проблему. Нам вот тут начальник главка рассказывает о том, как его кадры ловко будут ловить преступников. Ну разве наше совещание не направлено на меры профилактики? Здесь власти, общественность. Мы представляем граждан, а граждане обеспокоены доступностью травматического оружия. Послушайте, Филипп Ильич, не надо смешивать. Случаи незаконного применения травматики рассматриваются нами как серьезные преступления и подлежат тщательному расследованию. А что касается вашего сына, Филипп Ильич, то мы практически выходим на результат. Одну минуту! Я не хочу, чтобы серьезная проблема, заслуживающая решение на городском уровне, сводилась к моей личной драме. Я разочарован таким отношением к делу. Мне здесь подготовили статистику по фактам применения огнестрельного оружия ограниченного поражения. Это запредельные цифры. Филипп Ильич, по-моему, вы перегибаете палку. Травматическое оружие доступно лишь определенной категории лиц. И все факты его применения подлежат тщательной проверке. И не каждый раз это оружие используется для нападения. А граждане имеют право на самооборону. Да не о том. Не о том мы сейчас говорим на коллегии. Мне кажется, нужно поставить прямой вопрос. Кто у нас в главке МВД? Карьеристы? Или реальные борцы с преступностью? Все. Заканчиваем. Бардак. Серега, ну я бы свою машину после аварии сюда бы не привез. На той расчет. Их обычно где прячут? За городом, на промзонах, на разборках. А тут кто искать будет? Вот она, Сергей Андреевич. Поставили не на моей смене, но машинку я сразу заприметил. Ну и что? Она без номеров. Парковка оплачена на неделю вперед. Следака вызывай. Так если это не та тачка. Нам следак всю плешь съест за ложный вызов. Ваня, руки-то помнят? Капот откроешь. Серега. Где вов-то? Смолу. А у вас всегда там людей так долго допрашивают? Нас еще первыми отпустили. Ужас. Мальчик. Мал. Я сегодня за тебя так испугался. Я сегодня уже никуда не пойду. Я рваник черту. Я побриться забыл? Чудо-то мое небритое. Как я встал, Оля. Здравствуйте. Майор Зубов, майор Коваль. Васильковский, Артем, здесь проживает? Так нет его. Он вообще дома редко бывает. Разрешите квартиру осмотреть. Да, извините. Значит, вы мама Артема? Наказание наше, а не сын. Только не знаю за что. С компанией связался. Наркотики стал дома приносить. Мужа торгует. А иначе откуда деньги? Машина. Он ведь не работает. Ясно. В ваших интересах обязательно нам сообщить, когда он появится. Или когда вы что-то узнаете. Ваш сын совершил преступление. В момент его задержания могут возникнуть проблемы. А мы бы этого не хотели. Очень не хотели бы. До свидания. Простите. А вы бы не могли, вы бы не могли посадить его, когда поймаете. Он мужа избил два раза. За замечание. И мне украшал. Для начала нам нужно его найти. Если что-то узнаете, обязательно нам звоните. Позвоню. До свидания. Позвоню. До свидания. Ну вот. Готов ориентировку. Засаду. И главное. Подпиши мне напорт. Васильковский долго еще здесь не появится. У нас был уговор взять Стрелка. Так что думай, где он может быть. Понял? А потом на все четыре стороны. Ну ладно. Объект на месте. Что там с моим заказом? Все в лучшем виде. Рад видеть. Добрый день. Не беспокойтесь, я уже все заказал. Ну как, вам нравится здесь? Неплохое местечко. Хозяин этого заведения. Я помогаю лично. Поэтому никто никогда сюда ни с одной проверкой не судится. Да и поговорить можно спокойно. Ну как там мое дело? Вы поможете решить вопрос? Ну а для чего я сюда пришел? Мы полиция. Для того и существуем, чтобы помогать простым, богатым людям. Я заплачу, как и договорились. Просто мне нужны гарантии. Все вы харьковские гарантии требуете. Это потому, что вы боитесь вышестоящего начальства. Но у нас все просто. Есть генерал Грачевский, начальник главка, который так просто для парада, и руководитель из него никакой. А есть я, генерал Русаков, который в этом городе решает все. И сказать мне слово «поберег» здесь просто некому. Вы понимаете? Некому. Такая гарантия. Годится. Впечатляет. У меня с собой аванс. Как вы и просили. В евро. Ну вот и славненько. А теперь покушаем вкусно. С удовольствием. Заказ, пожалуйста. Все, записали. Подымал? Скажи третьему, чтоб потом зачистил место. Скажу. Все, поехали на базу. Заказ? Продолжение следует... Что врачи говорят? Есть шанс, что он выйдет из комы? Да уже ничего не говорят. Это я виноват, что он пулю получил. А пацаны терли, что это как раз ты не дал, луку добить. Какая разница? Ну не скажи. Вы здесь постоянно? Да, до упора. Да, чем бы это все не кончилось. Ладно, давай. Слушай, скажи, а как так получается? Лука бандит, а ты мент. И вы в корешах? В одном городе живем. Одни проблемы решаем. Ты упрощаешь? Да и не мент я почти. Я сейчас одну делу закончу. И все, довольны. Ну понятно. Слушай, вы можете мне одного наркоша оперативно пробить? Ах, ну я думаю, Лука разрешил бы тебе помочь. Говори фамилию, найдем человек. Вы только полюбуйтесь на этого начальника розыска. Это не начальник розыска, а балерун какой-то. Наркошу с оружием найти не может. А судя по лицу, спал дома. Сладко. Валерий Алексеевич, вы, пожалуйста, уточните, кого мы ищем. То ли хулигана с травматом. То ли мы отрабатываем заказ высокопоставленного чиновника журбы. А тебя, Зубов, ничего кроме результата интересовать не должно. Забылся? Или нарываешься на кадровое решение? Да, пожалуйста. Что? Между прочим, дома я не ночевал. Разрешите идти? Да вали. И чтобы сегодня же результат был. Иначе получишь выговор или лишишься премии. Вас это тоже касается. Свободны. Есть генерал Грачевский, начальник главка. Ну, который так, просто, для парада. Руководитель из него никакой. А есть я, генерал Русаков. Который в этом городе решает все. И сказать мне слово поперек здесь просто некому. Вы понимаете, некому. Ну? Что скажешь? Я могу все объяснить. Ну, давай. Я послушаю. Ты, наверное, какой-то комбинат закрутил. Да? В ОПГ внедрился. Ты что о себе вообще думаешь? Если службу безопасности под себя подмял, так теперь что? Твори что хочешь? Что притих? Сам знаешь, что делать? Или мне подсказать? Что? Ну как? Ты же офицер. А в таких случаях сам знаешь, что делают? Пуля в висок. Ладно. Напишешь заявление, что уходишь по состоянию здоровья. Пиши. Пиши. Разрешите? Пусть пресс-служба подготовит сообщение об отставке моего заместителя, генерала Русакова. Сами пусть решат, что написать. Но непременно теплые слова. Все силы отданы службе. Возраст, здоровье. Ну, ты сам знаешь. А кто на его должность? У журналистов сразу возникнут вопросы. Понятия не имею. Скажешь, рассматриваем несколько кандидатур. Дай мне минут 20, потом заводи народ. Есть. В последнее время в городе активно обсуждают участившиеся случаи применения травматического оружия. Что по этому поводу думают в прокуратуре? Ну, как вы знаете, по таким делам действительно выносятся мало обвинительных приговоров. Да и те, которые выносятся, являются слишком мягкими. Ведь, по сути, в руках древнейшего травматику было огнестрельное оружие со всеми вытекающими последствиями. Нужно внести изменения в закон и ужесточить ответственность за применение травматического оружия. Ну и чего греха третить. И норость и полиция была отвлекована. Так, уточните, пожалуйста. Возбуждается дело, а полиция считает инцидент с травматикой чем-то вроде мелкого лекарства. И халатно отрабатывает поручение следствия. В результате дело в суде разваливается. И возникает иллюзия безнаказанности. Ну, к полиции много претензий. Но ведь есть и настоящие герои. К примеру, буквально вчера полковник полиции Градов в одиночку оказал сопротивление преступникам и спад заложникам жизни. А вы поинтересуйтесь судьбой этого героя. Его наградили? Повысили? Или, может быть, влепили выговор и уволили? Личное дело полковника Градова ко мне на стол через полчаса. Я знаю, что он пенсию оформляет. Здорово. Адрес точный? Обижаешь. Спасибо, выручили. Да не за что. Давай. Алло, Антоха. Есть точный адрес, где находится Васильковский. Да, сейчас смс-ка сброшу, выдвигайся. Давай. Привет. Привет. Куда это собралась? В гости? Да нет. Думаю, что завтра надеть. Нравится? Очень. Ты у меня такая красивая. Спасибо. Садись. Буду тебя кормить. А что у нас на обед? А сейчас увидишь. Ну что, куда дальше? Да вот подъезд. Мы же пришли. И тут одна проститутка квартиру снимает. Она пацанам ляпнула, чтобы Васильковский у нее завис. Ну, и долго ты тут у меня еще торчать собираешься? Не знаю. Я тебе все оплачу. Потом. Ври дальше. Это кто? Да откуда я знаю? Мангель. Тихо. Ствол! Ну что, я сегодня без парашюта. Побегаем? Да ну ладно. Ты туда, я кругом. Стоять! Не дергай себя. Руку. Сука. Ну все, все, хороший. Я сегодня на расхват? Да. Антош, привет. Ты домой скоро? Я думаю, нет. Ладно. Ты позвони, как освободишься. Я попрошу тебя в магазин заехать. Ты только для этого звонила? Нет, не только. Я хотела тебе сказать, что я тебя очень люблю. Я тебя тоже люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Ты позвонил. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Стрелка мы взяли. Рапорт Коваля я подписал. Мы с ним так договорились. Что значит договорились? Я этот рапорт еще вчера ждал. Я тоже имею право принять решение. А это мой рапорт на перевод. Что? Какой перевод? Ты что, теплое место, что ли, нашел? Только учти, без моей рекомендации... Да не нужна мне твоя рекомендация. Я с тобой служить не буду. Понял? Я лучше где-нибудь операм быть в другом районе. Кого? Наркож будешь из подъездов вытаскивать? Или бомжам пальцы по моргам катать? А знаешь что? Давай. Сам потом умылять будешь. На коленях приползешь. И знаешь что? Переводись куда подальше. В какую-нибудь дыру. Вон, из которой твой коваль вылез. Сопля. Разрешите идти? Давай, давай. Здоров. Ну что, как Лука? Без изменений? Ладно, будут новости. Сразу звони. Давай. Здрасте. Добрый день. Ну, какие у нас перспективы? Ну что, я переговорил со своими людьми в суде. Худшего завтра не произойдет. Но и подчистую вашу жену не отпустят. Потому что там прокуратура сразу подаст обжалование. Это понятно. Срок будет, но условный. Я думаю, года два-полтора. Что в нашем случае я считаю очень хорошей перспективой. Ну, вы как-то со своей женой поговорите. Ну, чтобы морально ее подготовить. Да, я понял. Сережа, зачем везти из центра то, что можно купить в моем магазине? И намного дешевле. Так, теперь мы с Димкой главные. А ты отдыхай. Скажи, а ты веришь тому, что сказал адвокат? Судя по его гонорару, я думаю, ему можно верить. Ленда, ты не переживай. Я буду рядом, все будет хорошо. А? Ты мне веришь? Да. Спасибо тебе. Только ты костюм надень, а я буду тобой любоваться. Ну, хорошо. А мне что-то надеть? А ты куда собралась? С вами суд. Ты же моя мама, мне надо тебя защищать. Ну, ладно. Борис Геннадьевич! Добрый день. Добрый. Не ожидал вас здесь увидеть. Кадры? Пенсию оформлять? Ну, что-то вроде того. А тебя вызывали? А что, ждать пока вызовут? Вот иду представляться новому заместителю начальника главка. Ну-ну. Удачи. Что, бардак у нового зама? Может, попробуем без доклада? Я же говорю, бардак. Виноват, товарищ полковник. Отлучился на пару минут. Какие будут распоряжения? Ну, я понимаю, что указ нужно три месяца ждать. Равно как и мундир. Ну, табличку на дверь с новым именем. Могли бы нарисовать? Исправим, товарищ полковник. К вечеру уже будет висеть. Разрешите исполнять? Исполняю, свободен. Есть! Ну что, Валер, ты хотел мне представиться? Поздравляю, Борис Геннадьевич. Рад за вас. Я не подведу, вы же знаете. Конечно, знаю, Валер. Пусть тебя со всех сторон знаю, Валера. Здорово, Дима. Привет. Ты что здесь делаешь? Маму с папой жду. Скоро должно быть. Ага, ясно. Ладно, будь здесь. Я сейчас маму с папой приведу. Хорошо. Что, Серега, как обстановка? Да, ждем приговор. Новости слышал? Какие? Управление там такое началось. Антоха, мне сейчас не до управления. Ясно. Ясно. Да. Звоню, как обещал. Хорошая тема пошла. Лука очнулся. Врачи говорят, что все будет хорошо. Так что давай, заезжай вечерком. Обмоем. Хорошо, что позвонил. Спасибо. Да, давай. Угу. Что? Лука очнулся. Слава Богу. Суд приговорил признать Коваль Елену Даниловну в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 части 2 Уголовного кодекса Украины и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Меру пресечения в отношении Коваль подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить, взять Коваль под стражу в зале суда немедленно. Лена, Лена. Тихо, Серега, не лезься. Лена, я буду подавать в пиляцию. Слышишь, я тебе обещаю, все будет хорошо. Сережа. Лена. Сережа. Серега, не лезь, не надо. Все будет хорошо. Я обещаю. Димка, ты чего? Мама скоро вернется. Я тебе обещаю, все будет хорошо. Ты мне веришь? Да. Может, вас подвезти? Да нет, мы прогуляемся. Да? Спасибо. Давай, Лена. Пока. Пока. Холодно. Жить. Жить. Идучи на побачення. Просыпаючись искрами, Рабтом найдем означення Маленької истины.